ребят привет это вебинар по марафону и здесь я расскажу что же будет на марафоне вы сможете написать свои вопросы если они у вас есть и я вам покажу что же будет внутри а если кто-то сейчас не присутствует на прямом эфире то вы сможете потом зайти на сайт на мой youtube и также все это посмотреть смотрите у меня есть три блока сейчас я вам расскажу вообще в чем смысл а потом мы с вами смотрите весь этот марафон я придумала для того чтобы вы понимали зачем вам портфолио и какой цели вы хотите прийти то есть в принципе вот цель которая которую мы будем вместе формулировать это как раз основное потому что без цели нет смысла вообще делать никакое портфолио сейчас очень многих как раз проблема именно определиться что же вы хотите кем конкретно вы хотите работать и опять же без цели очень сложно понять что же для этого нужно у нас с вами будет три блока я сейчас это прожилу опять же в таком формате чтобы вы понимали как будет проходить обучение и соответственно сразу могли как-то с этим ознакомиться у нас с вами будет первый блок он будет посвящен тому как раз что мы с вами будем строить ставить свою цель и прежде всего работать со своей целью цели у вас могут быть у всех разные на прошлом марафоне у меня было очень много ребят с абсолютно разными специальностями это наоборот очень классно потому что это позволит вам поработать с разными специалистами понять вообще как строится работа итак первом блоке мы будем работать с вашим текущим портфолио мы разберем все проекты которые у вас есть и сформируем какой-то план по дальнейшей работе план нужен для того чтобы во первых вы понимали что делать опять же всегда когда составляешь план потом проще гораздо прийти к цели потому что ты понимаешь на какие из каких этапов это состоит это не кажется уже чем-то страшным ну и в целом когда есть план всегда легче план мы составим для того чтобы понять что мы сможем сделать на марафоне а что вы сможете уже потом продолжить без меня понимая как все это устроено я вам расскажу где можно размещать портфолио и опять же куда можно пойти работать с допустим с вашей специальностью какими там навыками вы должны обладать и так далее в итоге после первого блока мы с вами вот это мы формулируем и дальше мы переходим уже непосредственно к самому портфолио портфолио мы должны по результатам первого блока сверстать один проект этот проект у вас будет на бехансе я вам расскажу из каких вообще какая структура проектов что там должно быть вы сможете опять же посмотреть там как продвинуть свой беханс что для этого нужно кто-то если он работает быстро может сделать и больше проектов потому что у нас будет план и по своему плану вы сможете при желании вообще сделать сколько угодно так я вам покажу как работать фигмой у нас с вами будет наушен кому-то придется обучиться еще анимации то есть скорее всего это будет обычно да это включает еще фотошоп если вы брендинг дизайнер или иллюстратор это будет иллюстратор и если ну в любом случае мошен вам придется какой-то учить скорее всего это будет или фотошоп для для простого какого-то мошена или это будет автор эффект смотрите если у нас с вами будет будут в потоке мошен дизайнеры то мы можем поширить ответственность и заодно мошен дизайнер сможет тоже себе добавить это потом в портфолио если у нас с вами в этот раз в этом потоке не будет мошен дизайнера то тогда я вам просто расскажу как делать анимацию вы всегда это сможете делать в чем вообще мне кажется уникальность этого проекта в том что я каждый раз подбирается абсолютно разная команда и я сама до конца не знаю вообще как все будет потому что если первый блок он все время такой стандартный то есть в целом вот этот набор информации до который сейчас рассказываю он все время там для каждого потока одинаковый вот но потом как раз наступает второй блок и во втором блоке мы уже с вами учимся работать в группах во втором блоке как раз становится интересно потому что я смотрю на вас на то какие у вас есть работы и думаю как же лучше вам дальше построить свой путь то есть если вам даже вы даже сейчас не понимаете куда вам двигаться в каком стиле то ко второму блоку мы уже все это определим и во втором блоке как раз вы сможете я вас группирую и у нас будут созданы пары или группы до в которых мы будем совместно делать ваши проекты обычно так происходит что есть ребята у которых больше проектов уже больше готовы когда для упаковки а у кого-то совсем мало вот в таких случаях очень классно работать в командах потому что это ускоряет процесс я могу во первых помочь вам доработать какие-то проекты в вашем портфолио и как раз во втором блоке мы посмотрим что же можно доработать таким образом и вы сгруппируетесь для доработок допустим часто бывает что у нас есть какой-то иллюстратор у которого есть иллюстрации но они не понимают а дальше с ними что потому что биханцы все-таки обычно это большие проекты там созданы для клиентов где эти иллюстрации уже живут там в каком-то мире условно в таком случае я комбинирую например иллюстратора с дизайнером и они вместе смогут уже использовать эти иллюстрации в верстке и сделать совместный классный проект к ним в принципе можно и подключить допустим диджитал дизайнером если вы и диджитал дизайнер и вы рисуете сайты то если вас комбинировать допустим с иллюстратором то это получится абсолютно новый продукт шире и лучше чем вы бы могли это сделать вида ночку вот во втором блоке мы с вами научимся опять же работать пока между собой как передавать файлы как вообще построены работы как работать в каком-то тайминге и так далее и это все такая будет подготовительная работа к третьему блоку так сейчас я вам расскажу про третий блок смотрите я не буду стирать цель потому что цель у нас фигурирует всегда мы всегда о ней помним на каждом этапе и все проекты которые мы делаем вместе в том числе они все должны соответствовать вашей цели то есть мы определяемся с профилем и вы идете по он там трем этапам 1 2 и 3 к своей цели в 1 и 2 мы работаем с вашими текущими проектами в первом по сути вы работаете в одиночку со своим портфолио во втором все так же вы работаете со своим портфолио но уже в команде и третий блок мы с вами научимся коммуницировать между собой станем лучше понимать друг друга и уже в третьем блоке мы будем готовы к тому чтобы работать с клиентом работа с клиентом строится по такому принципу у нас есть брифинг на котором мы опять же получаем какую-то задачу дальше мы с вами внутри уходим обсуждаем что же мы будем делать так дальше после того как мы обсудили мы с вами формируем опять же таймлайн где вы будете знать в какой момент что вы должны сделать для этого кейса весь вот этот кейс у нас разбивается на два этапа в принципе третий пункт это такая третий блок это такая имитация работы внутри агентства то есть по сути в любом агентстве работа будет построена точно также и вы сможете пройти этот путь во первых понять нравится вам не нравится может быть те кто хотела работать на фрилансе они передумают и подумают что в агентстве им тоже было бы прикольно либо наоборот вы можете пройти этот путь понять что вам допустим не очень подходит работа в группе да или может быть вам просто хочется фриланс но вы поймете уже вообще как все устроено и опять же очень важный момент что в группе ваш скилл растет потому что всегда во первых есть какая-то супервизия на фрилансе это очень ну почти невозможно до этого добиться вот плюс опять же каждый член команды он делает проект лучше потому что наносит что-то свое и в итоге проект каждый раз совершенствуется при работе с клиентом у нас есть два этапа первичная разработка идеей это когда мы с вами будем придумывать идеи по брифу и это по моему занимает сейчас еще посмотрю когда сайт вам выведу примерно две-три недели дальше мы отправляем клиенту эти идеи клиент дает комментарии комментарии смотрите у меня все время есть такая договоренность с клиентами что мы с вами придумываем концепт дальше клиент на этапе комментариев он может сказать какое из направлений ему нравится обычно делается три идеи три идей ну чаще всего это так бывает из которых клиенты как правило заходит она бывает так что заходит несколько но в таком случае мы просим остановиться на 1 дать какой-то комментарии на тему того в том ли мы направлении может быть там что-то нужно скорректировать именно комментарий по смыслу да не по содержанию мне потому как у нас с вами не знаю идут завитки на каких-то буквах на условно да вот обычно это вот такое смысловое как бы содержание которое нам с вами позволяет как раз понять туда ли мы идем что мы можем скорректировать и дальше мы с вами после комментариев мы снова проходим этот путь давайте-ка я сейчас в этом вверх пойдем смотрите с комментариями мы с вами снова уходим на обсуждение то есть каждый раз мы с вами все вместе обсуждаем что же мы будем делать дальше мы составляем новый план и тайминги и последнюю часть мы с вами дорабатываем уже это в готовый кейс работа построена таким образом что мы потом получаем готовый проект на бехансе этот проект клиент его либо покупает либо не покупает смотрите если ему он нравится то он может взять в реализацию все что мы делали в рамках марафона а если нужно будет последующая доработка то обычно это составляется дополнительный договор и уже идет в реализацию но это же другая история как бы вне марафона вот сейчас когда мы делали прошлый на прошлом потоке а проект то клиент будет брать его в реализацию в следующем году и мы будем по нему же составлять отдельный договор но пока у нас есть как бы кейс на механсе которые я думаю вы уже видели и так смотрите в результате у нас с вами получаются три кейса опять же у самых быстрых ребят может получиться больше но по сути после каждого из блоков мы с вами должны сделать три кейса один из них будет самостоятельно сделан два из них вы будете разрабатывать в команде сейчас я вам покажу как устроено все внутри как будет построена работа так 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 а можно пожалуйста так сейчас можно и пожалуйста экран есть у нас с вами есть такой личный кабинет в котором есть расписание расписание выглядит вот таким образом вы сможете все время посмотреть что же там внутри дальше каждый из уроков у вас будет появляться последовательно то есть вот допустим нас есть урок на городе есть список и вы сможете все время смотреть что же будет там дальше у нас будет видео типа того который сейчас сюда потом вы сможете каждому уроку скачать схемку и каждому уроку у вас будет такое задание и обязательно пропишет прописан дедлайн мы с вами будем работать в ноушене ноушен выглядит вот так ноушен выглядит таким образом у нас с вами есть все всем покажу как выглядела в прошлый раз табличка у у нас есть вот такой списочек участников и везде у нас есть там цели и дальше мы заполняем там каждую каждый из толпцов по урокам соответственно уроки вас появляются в соответствии с расписанием я не стал их сразу вкладывать одновременно потому что тогда просто собьется немножко процесс кто-то будет делать все быстрее как обычно вот и будет задавать вопросы уже по другому но я хочу чтобы мы просто последовательно разбирали каждый раз все вопросы которые вас возникают и шли все вместе к нужной цели вот так значит это все выглядит смотрите я вам сейчас покажу еще как у нас была построена работа в прошлый раз так у нас с вами есть фигма вот допустим смотрите когда у нас происходила работа иллюстратора с моушен дизайнером мы учились как передавать файлы для моушен дизайнеров это все выглядело вот таким образом все учатся работать фигме вне зависимости от их специальности и формируют такие файлы у нас в общем проекте изначально вот все выглядело вот так мы все вместе искали референсы обсуждали их собирались на созвоны в зуме и выбирали дальнейшее направление потом у нас вот смотрите сформировалась три идеи которые мы показали нашему клиенту презентация выглядело примерно так все сломается на этапе мы показали три идеи клиенту вот так мы все это собирали последовательно уже к шли к какому-то финалу у каждого участника еще была своя страничка где они дорабатывали какие-то конкретно их задачи и отдельно вот у нас было там задание для аниматора в итоге мы все это собрали в общий проект и у нас это все лежит на бехансе я думаю что вы его видели сейчас покажу на всякий случай для тех кто не видел так смотрите из того что очень важно я вам сейчас под этим прямым эфиром повесила ссылку с ценами запуска вот только сегодня вы сможете еще по ним заскочить если вдруг кто-то думал или хотел потому что не очень многие спрашивают про промокоды них пропустили вот смотрите сегодня я это повешу только в по трансляции ютуба то есть для того чтобы вы если вы хотите смогли записаться а завтра соответственно я все это уберу вот так у нас выглядел наш кейс у нас был брендинг дизайнер мошен дизайнер иллюстратор дизайнер который отвечал вот за заверстку и дизайнер очень классно когда есть разные специализации потому что это позволяет опять же делать более комплексные проекты и разные проекты допустим если вы копирайтер то вы бы здесь помогли нам очень сильно с этих текстами допустим для стикеров до придумать или какой-то там текст на сайт или вообще описание и все такое нам очень сильно не хватало копирайтера в прошлый раз в целом независимости от вашей специальности я обычно придумываю во первых куда подключить во вторых всегда очень считывается вектор развития если обычно когда вижу кого-то человека я сразу в голове генерируется очень много идей как бы ему можно было прокачаться и вообще куда он мог бы пойти а так если у вас какие-то вопросы сейчас здесь очень мало людей потому что ссылки в инстаграме сломались вот но если вдруг вы хотите сейчас что-то спросить самое время а если вопросов нет то я могу вам еще еще пожалуй покажу вот у нас здесь есть даниил он это как раз его проект вам покажу вот так фигме мы набрасывали структуру так это все выглядело и потом это все вот превращалась в такие кейсы на бехансе так а можно пока скрыть кран так и так целом я вам все рассказала наверное что хотела а если у вас есть какие-то вопросы конкретно по вашей специальности подходит вам или нет я вообще убеждена что это подходит абсолютно для всех потому что опять же цели какие-то векторы развития нужно понимать всем в принципе почти все кто у меня есть и подписаны меня они так или иначе связаны или с рекламой или с дизайном или с каким-то творчеством и всегда очень интересно во первых поработать и с другими специалистами и всегда очень понять очень хорошо понять куда же тебе расти как найти вообще свое место и так далее вот с этим как раз очень хорошо поможет марафон и плюс он очень хорошо помогает определиться во первых познакомиться потому что контакты в нашей сфере это все и потом мы сейчас иногда даже делаем фриланс с ребятами которые участвовали прошлом марафоне потому что в работе ты во первых и можешь раскрыть человека понять какие у него сильные стороны вообще понять что он гораздо круче чем ты даже предполагал и это очень классно потому что можно делать что-то крутое вместе а спасибо всем кто пришел посмотрел или потом еще посмотрит пока